всем привет котики из сегодняшнего дня вы начинаем серию видео back to school и первым делом я решила показать вам ассортимент магазина читай город который находится около моего дома открыли его совсем недавно и как только он открылся и тут же побежал туда и смотреть что там у нас продается что интересного можно купить для себя и показать вам что же там находится чтобы если что вы также забежали в ближайший магазин читай город и купили то что понравилось вам первым делом я решила показать пеналы и стараюсь более-менее у некоторых понравившихся вещей не только пеналов показывать сколько они стоят чтобы вы приблизительно ориентировались кстати вот тут вот я достаю пеналы ценник которых по моему около 300 или даже превышает 300 рублей и я подумал о том что что-то не совсем оправданная цена по сравнению с качеством потому что мне кажется прослужит такой канал не совсем долго в нашем читай городе делают небольшие стенды посвященные одной тематике к примеру посмотрите на вот этот вот стенд посвященный миленьким собачкам корги тут много всего разного с ними блокноты пеналы даже плюшевые игрушки слева от меня стоят также тетрадочки с таким миленьким лежащим корги мне безумно она понравилась возможно я куплю даже себе хотя мы не пользуемся тонкими поэтому скорее всего она будет просто езжать вообще нашел тут вот такую вот крутую папку правда в которую нельзя вставлять свои файлики потому что они там уже прикреплены и вот такие вот папочки и офигенный блокнот ежедневник с корги господи он такой миленький просто слов нет дальше я решил вам показать стенд с нашими пеналами особо никакие меня не заинтересовали не считая вот это вот прикольненького пушистенького пенала но себе его не куплю цена что-то кусается немного и после этого я пошла к тетрадкам тут в основном тетрадки 24 либо 12 листов подходит больше детям извиняюсь за посторонние звуки проехала машина за окном несмотря на то что я закрыла собственно окно сейчас я вам показываю тетрадки с которые понравились больше всего мне они с мотивационными фразами и дальше я пошла к дневникам из дневников мне безумно понравился вот этот вот красивое сочетание цветов привлекло мой взгляд бирюзовый и такой розовый малиновый что-то в этом духе я нашла также вот такую вот папочку для листочков либо дети могут использовать его для технологии для изо чтобы таскать что-то с собой в школу и потом моему взгляду привстали папочки всякие различные различных размеров как маленьких так и больших потом я переместилась к стенду со скетчбуками и поняла то что мне нужен новый скетчбук причем я хочу скетчбук достаточно большого размера в принципе как альбомные листы а4 ну тут конечно же на меня все упало я думала то что сейчас все разрушится и мне придется за все платить конечно же нет но я дальше прошла смотреть скетчбуки вы потом увидите тот который мне безумно понравился он будет формат а4 вот этот меня тоже привлек но я не уверена что там кипельно-белые листы плюс не уверена что он очень качественный за свою стоимость а так достаточно большой ассортимент достаточно интересные и милые с предоставлены скетчбуки и тому подобное но в принципе в читай городе канцелярия всегда была очень красивой но цены очень сильно кусаются на самом деле и некоторые из этих вещей я видел в других магазинах значительно дешевле в два раза примерно это кстати крутые скетчбуки в которых одновременно два скетчбука а это мне просто понравилась безумно обложку он очень красивый кстати я задумываюсь купить его или скетчбук который я покажу вам дальше собственно мы перепускаемся на нижнюю полку и вот с этим вот скетчбуком я думаю какой же лучше купить вот этот или тот тот более яркий а это просто интересный дизайн мне достаточно сильно он понравился плюс стоит хоть и дороговато но в принципе твердая обложка и большой формат оправдывают свою цену а теперь мы снова вернулись к тетрадкам тут уже тетрадки 48 листов и я ношу очень много крутых минималистичных тетрадок пример вот этот вот с пушином или следующие тетрадки которые я вам покажу с вот таким вот миленьким фруктиком и с миленькой жопкой пёсиком а также там были тетрадки совершенно в минималистичном стиле к примеру как которые стоят рядом у нее не очень сильно понравились и почему-то и мне захотелось бы взять на информатику или что-нибудь в этом духе а также тут есть тетрадки с леттерингом на которой написано copybook просто различными стилями леттеринга и это очень красиво смотрится вариант завораживает дальше опустилась на полку ниже и наши тетрадки как будто сошедшие со страниц пинтереста и вот такие вот интересные с различными надписями причем стоимость тетрадок не такая уж большая как я думала за листы 48 за тетрадки извиняюсь 48 листов приблизительно 50 рублей от 30 до 70 в этом районе и вот такие вот яркие строки мне тоже очень сильно понравились ну и конечно же минимализм растения красивые пастельные цвета тоже мимо них я пройти не смогла дальше мы переместились к следующему стенду с тетрадками уже 96 листов и мне понравились тетрадки которые я вам сейчас показываю также тетрадки снизу с миленькими котеньками котеньками интересно только я так могу сказать пишите в комментариях если тоже кривляете иногда слова и вот эти вот тетрадки по цене я посмотрела не дороже но оправдывается тем что у них более интересная текстура дальше я показываю вам также тетрадки в принципе ассортимент очень большой и интересный есть из чего выбрать есть для любителей минимализма есть для людей которые любят более яркую канцелярию в общем на любой вкус и цвет и в принципе порадовать себя парочкой таких тетрадок можно если вы к примеру учитесь в школе и вам никакие претензии не предъявлят по этому поводу и тут я кстати заметила bullet journal и сейчас понимаю что его цена не совсем оправдана поскольку сейчас очень много аналогов с разными интересными картинками и мне это нравится больше и кстати я наткнулась вот на такие вот блокноты понятно дело в школу с ними скорее всего будет нельзя но если вы учитесь в колледже или в универе то можете присмотреть себе подобные варианты потому что они достаточно интересные но и дорогие а снизу вы можете посмотреть на блокноты в принципе которая стоит 100 рублей но скажу вам честно магазине заков которые я поеду в этом месяце кстати если хотите видео из магазина заката пишите в комментариях потому что там безумно много крутой канцелярии собственно подобные блокноты стоят поменьше около 70 рублей и решила показать парочку блокнотов от четвертого формата правда снизу мне понравилась обложка больше но я их не смогла достать и немного собственно рюкзаков дальше я переместилась снова к папочкам потому что заметила нереально прикольные интересные красивые пастельного цвета папки на замочке а еще когда их трогаешь они такие приятные на ощупь прям мне очень понравились я бы сидела наверное только и трогал их и в итоге я переместилась ко всяким точилка стеркам ручка вот кстати ручек ассортимент читай городе безумно большой мне очень понравились ручки которые там находятся в этом году я воспользуюсь одним лайфхаком если так можно сказать я куплю себе парочку дорогих охрененно красивых ручек и буду просто менять на протяжении года у них стержни просто нам во время учебы писать приходится очень много кстати учусь на я на архитектора в колледже перехожу на четвертый курс и как бы писать там достаточно много хотя сейчас мы в основном работаем на компьютерах в основном занимаемся 3d моделирование разработкой зданий и все в этом духе и поэтому пишем не так уж и много хотя есть дисциплины на которых придется писать ого-го сколько поэтому я всегда покупаю много ручек сейчас я вам показала стерочки и проболтала вам про то где я учусь и собственно снова показываю стерочки тут есть очень интересные красивые декоративные стерки но честно вам скажу как показывает практика покупать их толку нет чисто если только порадовать свой глаз но стирают они очень плохо и собственно мы перешли к ручкам они нереально красивые мне очень сильно понравились они разнообразные на любой вкус и цвет любой формы любых размеров главное чтобы писали хорошо если честно не стала разбираться какие из них черные какие синие потому что не вижу этого смысла потому что вы все равно придете свой магазин и придется все заново проверять навряд ли вы все запомните тут я решил вам показать парочку ручек с единорожками они безумно прикольно с таким вот мопсиком и собственно стенд который стоял прямо перед входом точнее чуть дальше от входа около касс с тоже различными ручками на которых я пыталась поймать собственно фокус но ничего не вышло и в итоге я потеряла смысл в этом и просто стала вам показывать ручки которые мне очень нравится кстати вот эти скорее всего будут достаточно удобно и относительно других потому что к примеру которые показываю я сейчас вам они хоть и прикольные интересные но описать ими неудобно потому что вот это вот верхний наконечник очень сильно мешает тут я перевожу взгляды на блокноты но моя подруга говорит о том что посмотри сделай вставку с блокнотом антистресс и реально он нереальный хоть это автология но все же посмотрите как красиво это все переливалось и собственно я возвращаюсь блокнотом чтобы вам показать какой ассортимент у нас есть я очень люблю обложки у таких маленьких блокнотов у них цена не кусается но к сожалению в них я особо ничего не пишу а тут мне понравился этот миленький спящий котик но я заметила сзади блокнот с черными листами с офигенной обложкой поняла что мне нужно будет за ним вернуться собственно вот такой вот небольшой ассортимент у нас блокнотов если можно так сказать что он небольшой снизу находится более большие блокноты формата опять и мне приглянулась вот это вот кулинарная книга скорги она очень хорошего качества если честно я бы хотела такую не кулинарную книгу а какой-нибудь ежедневник или личный дневник потому что мне очень понравился собственно дальше проходимся тут меня привлекла вот эта вот обложка привлекла привлекла вот эта вот обложка и я прошел мимо нее показав сцену какая же я молодец потом я переместилась ко стенду с наклейками и кстати там осталась последняя пачка на клей который я использовала в оформлении ежедневника на август и в оформлении своего ежедневника с коллекциями кстати если хотите посмотреть я все-таки выпущу ежедневник свой на август хоть и опять опоздала к началу месяца оформила я его правда в начале месяца но что-то пошло не так и я не смогла записать видео длительное время а тут я показываю стенд с неоновыми вещами с неоновой канцелярией вот такой вот неоновый дневник правда мне он не нужен но достаточно интересно выглядит всякие блокноты папочки скоросшиватели и все в этом духе сейчас я переместилась к стенду также со скетчбуками но с такими обычными формата опять и думаю может куплю себе подобный кстати если хотите розыгрыш одного блокнота то пишите в комментариях сделаю вам и отправлю и сейчас я переместилась к ежедневнику который очень хочу купить чтобы просто посмотреть что сел он представляет но стоит он 850 рублей и не уверена что он стоит того собственно ежедневник 6 минут и переводим взгляд на всякие бутылочки как же без воды не забывайте пить воду как с утра так и в течение дня потому что это очень важно и влияет на вашу продуктивность и контейнеры для еды мне понравился лично вот этот вот стоит он не так уж и дорого как я думала и можно будет в нем поносить свою еду мы переместились к шопперам о которых я совершенно забыла но потом в конце просто обратила взгляд и решила что стоит вам тоже показать потому что в чем собственно носить канцелярию помимо рюкзаков потому что шоперы сейчас достаточно популярные тут камера потеряла фокус я показываю шоперы с котами в основном да и вообще если вы заметили то я в основном показываю канцелярию с котиками потому что она мне безумно нравится и кстати в моде видимо сейчас корги либо просто это достаточно миленькие хорошенькие собаки кстати у нас помимо вот этого стенда со шоперами был стенд прямо около кассы и его я тоже вам решила показать там более разноцветные не просто черно-белые а со всякими миленькими рисунками которые могут понравиться людям которые хотят внести яркость в свою жизнь и вообще любят ярко одеваться яркие вещи и тому подобное и собственно это почти все почти на этом я закончиваю свое видео сейчас я вам также покажу еще немного закладок обложек на свои студенческие обложки на свои паспорты если они у вас конечно же есть если вам уже есть 14 лет и собственно это все закладочки для книг и дальнейшем я я покажу вам еще всякие пакеты для подарков коробки для подарков но думаю это комментировать я уже скорее всего не буду потому что не вижу в этом смысла я их показала просто так и до в конце будет еще вставка с нашей мангой а сейчас подписывайтесь на мой youtube канал подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка будет в комментариях а также если хотите просто видите барсик будет журнал в инстаграме и выйдет мой канал чем если хотите от меня конкурсы подписывайтесь на мой youtube канал подписывайтесь на мой инстаграм всем пока пока котики спасибо за внимание я вас люблю